В город можно влюбиться всего за один день. Не верите? Напрасно! Я предложу уникальный маршрут, который вы легко сможете повторить и убедиться лично. На путешествия не обязательно тратить много времени и денег. Сегодня мне предстоит выйти на сцену античного театра. Гнев богиня Воспой Ахиллеса Пелеева сына. Попробовать крымскую устрицу. Не надо пытаться сделать верблю, да, и как активно работать губами, нет? Побродить по храму первого века нашей эры. Честно говоря, никогда бы не подумала, что кажусь в таком месте. И научиться чистить свежевыловленную рыбу. Она живая, она живая! Название этого города с греческого переводится как «величественный», достойный поклонения. Наследник античного Херсонеса, русский Акрополь. Город-герой, на берегу которого, по словам Антона Павловича Чехова, можно прожить хоть тысячу лет и не соскучиться. Меня зовут Диана Желалова, и я в Севастополе. И на знакомство с этим городом у меня будет только один день. Севастополе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующий пункт моего маршрута – исторический бульвар. Да, он так и называется – исторический. И пришла сюда, чтобы увидеть одну из лучших панорам города, который открывается с колеса обозрения. В Севастополе несколько десятков смотровых площадок, но увидеть оттуда можно лишь одну из частей города. А здесь сидишь себе комфортно, набираешься сил перед марш-броском по достопримечательностям и в буквальном смысле путешествуешь во времени. Статуи, батареи, орудия, да даже камни тут хранят следы Крымской войны. По словам Виктории Гюго, происходящее здесь, в середине 19 века, можно было сравнить со взятием Троя. А что тут творилось в годы Великой Отечественной, даже представить не могу. Вообще, весь Севастополь – это огромный музей под открытым небом. Причем посвящен этот музей, на мой взгляд, не столько тяготам военного времени, сколько торжеству мира. Отсюда видно, что город буквально утопает в цветах. И это неудивительно, потому что Севастополь считается самым солнечным городом Крыма. Здесь безоблачно целых 98 дней в году. В Севастополе любой отдыхающий может побаловать себя не только морем и солнцем, но и изысканнейшими деликатесами – устрицами. Здесь этих моллюсков продают на каждом шагу по цене стрит-фуда. Попробуем? Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо, как приятно. Сам шеф-повар пожаловал к моему столу. А я вижу, они закрыты. Вы мне поможете ли я сама? Естественно, помогу. Я, кстати, обратила внимание, что у вас имеется как раз профессиональный устрицный нож. И если вам подадут вот так закрытые устрицы к столу, то, возможно, этот нож будет лежать в вашей сервировке. Не пугайтесь и вот пользуйтесь им так же, как и наш шеф. Крымские устрицы – легенда мировой гастрономии. Их обожали члены императорской семьи. Даже считали местных моллюсков самыми вкусными на планете. И были в этом мнении, надо сказать, не одиноки. А я слышала, что в Париж только отвозили около миллиона устриц в год. Представляете, севастопольских местных. Сейчас мы их отведаем. Ох. Думают, что устрица, когда большая, значит, она самая вкусная. Наоборот, самая маленькая устрица – это двоечка у нас, как сейчас вот лежит. Это калибры, да, разные? Да, это 60-90 грамм устриц, а это двойка получается. Вот, она считается самая вкусная. Алексей, скажите, а как определить, свежая ли устрица? Я знаю, что говорят, что они там должны пищать, как-то сжиматься. Это миф, что устрица пищит, как говорится. Ее можно только понюхать, чтобы она пахла свежестью морем, да? И дотронуться до нее, а она сокращается. Пищать она никогда не будет, как говорится. Фух. Слава богу, проглотить что-то пищащее я бы точно не смогла. Приятного аппетита. Всего хорошего. Спасибо. Ну что, приступим? Как съесть устрицу и не опозориться, если вы едите ее в первый раз? Берем, поливаем ее лимончиком. Смело так в ручку. Она у нас уже подрезана. И не надо пытаться сделать верблю, да, и как активно работать губами, нет. Вы чуть-чуть только себе помогаете, и она, в принципе, довольно свободно сама заскальнет вам в рот. Перед поеданием устриц проверяйте, полностью ли моллюска делен от раковины. Иначе конфу сможет выйти. Вот так. Я еду в Гагаринский район Севастополя для того, чтобы посмотреть, как этот город выглядел две с половиной тысячи лет тому назад. И делаю я это не на машине времени, а на обычном рейсовом автобусе. Екатерининские вельможи, заложившие в конце 18 века современный Севастополь, были не первыми, кто по достоинству оценил это побережье. Первыми были греки, прибывшие сюда еще в пятом веке до нашей эры. На основанный ими город я и собираюсь взглянуть. Все, каких-то 15 минут, и я в Херсонесе, Таврическом полюсе, построенный древними греками 25 веков назад. Сейчас это музей-заповедник, площадью аж 418 гектаров. Да, одного дня тут точно не хватит. Срочно нужен гид. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Диана. У меня, к сожалению, очень мало времени. И хочется посмотреть здесь все самое интересное и красивое. Успеем? Конечно, успеем. Удивительное место. Берег карантинной бухты. Просили экспресс-экскурсию? Получите. Мы даже от входа в музей не успели отойти, как Ирина Анатольевна объявила, что именно здесь произошло событие, изменившее весь ход русской истории. Именно в X веке, по свидетельству летописи, повести временных лет, здесь принял крещение и женился на византийской царевне Анне, глава древнерусского государства. Князь Владимир. Князь Владимир. По большому счету, это прямо колыбель христианства в России. Вот это место, здесь это все заражалось. Конечно, колыбель. А еще ранее графиня Уварова называла древний херсонец русской Троилия, русскими помпеями. Нам есть чем гордиться. Конечно, есть. Безусловно, красота-то какая. Казалось бы, от древнего города остались одни руины, но и они выглядят очень величественно. Вот это, мне кажется, очень знакомый вид. Момент, момент. У меня кое-что есть. Так и есть. Ну да, вы совершенно правы. Именно эта базилика изображена на 200-рублевой купюре. И именно она является символом и визитной карточкой Херсонеса. Это христианский храм 6 века. Такие базилики были построены по побережью. Они как бы обнимали город со стороны берега. Но, пожалуй, это самое популярное. Еще здесь есть античный театр под открытым небом. Вы только представьте, когда-то здесь собиралось около трех тысяч зрителей, устраивались бои гладиаторов и разыгрывались комедии и трагедии. А мы с вами сейчас находимся на древней орхестре. Хор и музыканты вели звуковое сопровождение каждого представления. Вы любите поэзию? Да, очень. Вы знакомы с произведением древних авторов? Конечно. Что вам нравится? Гомер, Иляда, Одиссея. Вы хотите попробовать себя в роли античного актера? Кстати, почему бы нет? Давайте попробуем. Ну, тогда прошу. Спасибо. Неожиданно. Я к такому не готовилась, но была не была. Гнев богиня Воспой Ахиллеса Пелеева сына грозный, который Ахейнам тысячу бедствий содеял, многие души могучие славных героев не зринул в мрачный аид. И самих распростер их у нас корысть платоядная. Аж мурашки по телу побежали. Атмосфера в этом месте непередаваемая. Приезжайте и убедитесь сами. Жизнь в Херсонесе Таврическом угасла в середине 15 века. Остались лишь артефакты, обнаруженные археологами. Вот перед нами и снова карантинная бухта. Мы обошли весь Херсонес. Здесь город начинался, здесь, собственно говоря, город и заканчивался. Вот здесь люди прожили две тысячи лет. Вот эти две тысячи лет смотрят на нас. Мчу на такси в Балаклаву. По короткой дороге ехать всего полчаса, но я выбрала более сложный маршрут через Инкерман. Хочу заскочить в одно по-настоящему особенное место. Я приехала в Свято-Климентовский пещерный монастырь. Монастырь этот действующий, так что вход на территорию бесплатный. Правда, вид у меня не самый подходящий, но это не беда. На входе можно раздобыть и платок, и юбку. Монастырь этот действующий, так что вход на территорию бесплатный. Мне когда здесь была простая каменоломня, добывали известняк, из которого построены многие российские, да и европейские города. Видите вот эти отвесные склоны? Это как раз следы тех работ. А вот те отметины появились здесь во времена Великой Отечественной войны. Да-да, монастырь расположен в месте добычи камня. Самые первые кельи высечены прямо в монастырской скале. Эта обитель считается одной из старейших на территории Крымского полуострова. Ее история началась еще в первых веках нашей эры, когда в каменоломне близ Херсонеса был сослан римский епископ Климент. Это один из самых первых православных храмов. Еще в первом веке Святой Климент своими собственными руками высек вот эту нишу в скале, и так и появился храм. И все абсолютно доступно, открыто. Каждый человек может сюда прийти. Честно говоря, никогда бы не подумала, что окажусь в таком месте. Очень хотелось задержаться в Свято-Климентовском монастыре на часок-другой. Но не в этот раз. Пора бежать. Меня ждет Балаклава. Балаклава – это район Севастополя, который называют Крымским Сан-Тропе. Сейчас я на набережной Назукино, и хочу сказать, что этот променад несправедливо лишен широкой международной известности. По мне, так ничем не уступает французской круазет. Девушка, на прогулочку я москву. Здравствуйте. А что у вас за прогулочки? Отличная прогулочка, порыбачим. А я ни разу не рыбачила. Вот, и самый хороший момент. Балаклава надо коровывать все первый раз. А это сложно? Нет, не сложно, я вас научу. А сколько стоит? Совсем немного, почти даром. Две пятьсот – вполне гуманно. За первую-то в жизни рыбалку. Вот мой кораблик. А, какой милый, уютный. Да, заходите, не бойтесь. Женщина первая, да? Да, конечно. Как кошек. В море так. Мы покидаем Балаклавскую бухту и держим курс в открытое море. Виды обалденные. Только и успевай смотреть. Перед Балаклавой называли ее Чимбала. Город Чимбала. Чимбала. Чимбальская крепость. Вот генуэзская крепость у нас впереди, на горе. Чимбала так назвали генуэзцы, означает город здоровья. А после генуэзцев сюда пришли турки, это уже 15 век. И они, собственно, назвали Балаклаву Балаклавой. Только звучало это Балык-юэ. Балык-юэ или Балык-кая. Как это переводится? Да. Приводится как рыбное место, рыбье гнездо, садок с рыбой. Ну, связанное именно с рыбой. Балык – это рыба. То есть я выбрала очень правильный город для первой рыбалки, да? Естественно, конечно. Для чувства. Я чувствовала, что надо торопиться. Здесь всегда было много рыбы, всегда. Так, а теперь, собственно, самая интригующая часть нашего мини-круиза – рыбалка. Так, ух, даже не знаю, получится ли у меня. А когда на море качка, и бушует ураган, приходи ко мне, морячка. Спасибо. Пока так, одевай. Я удочку уберу, и все, мы начинаем рыбачить. А на что мы будем ловить? Ни на что. А на сомах кольешь? Вот такие крючочки, видишь? Так. Самодур называется. Самодур. Да, рыба здесь голодная, кидается на все, что движется. В общем, на этого самодура в местных водах клюет кефаль, ставрида, барабулька, пеламида, морской оконь. А если очень повезет, то и окунь каменный. Все, Диана, вы рыбку-то поймали? Мы поймали рыбку! Мы поймали рыбку! Это первая любимая рыбка! Вот так? О! Рыбка! Ну, маленькая, ну, не зато, две, две. Для первого раза, мне кажется, прямо неплохо. Мы вроде какие рыбочки. Что дальше надо делать? Погнать удочку, и я поймаю. Оп! Оп! Вот такая вот рыбка ставридка. 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 Самая вкусная, на самом деле, рыба. Не хватит на обед, нет? Вон она, вон она! Где, где, где? Вон она, Савика! О-о-о! Браво, Денис! О-о-о! Вот это лов! Это я понимаю, профессионал, да? Сразу какую рыбку поймал. Это кефаль. Ну что, все-таки с обедом, да, сегодня? С обедом. Сейчас еще половим, и можно жарить. А мы прямо здесь будем жарить? Прямо здесь, на катере, в море. Слежайшая рыба, живая. Ну вот, Диана, наш улов. Теперь его почистить и съесть. А чистить я буду? Чистить, да, конечно, будешь. А вы научите? Я научу, я помогу, конечно, рыбы. Мы поймали много. Мне, конечно, неловко в этом признаваться, но я никогда не чистила рыбу. Отпусти меня, Диана. Давайте выберу самую вкусную рыбу. Вот эту, мертвую. А, самую вкусную рыбу, смотри. Вот эту не жила, точно все. Я буду плакать, я не могу. Давай. Я не могу это сделать, это желание. О, она шевелится. Ужас. Ой, мамочка, вот так, да? Да, пошустрее, пошустрее, давай, давай, нажимай сильнее. Ну, что, ладно, это не рыба, это банан. Хорошо, да, это банан, морской банан. Нет, это я точно не смогу сделать. Пока я рыдала над одной рыбой, Денис успел почистить весь улов настоящий морской волк. Спасибо вам, что вы это сделали. Да. Я, правда, не думала, что у меня это вызвает столько эмоций. Ну, получилось. Потому что, как ни странно, есть я ее могу. Сейчас с удовольствием ее есть. В Балаклаве, скажу я вам, живут настоящие рыбные гурманы. Вот, например, Денис. На берегу от рыбы нос воротит. Кефаль, пойманная пару часов назад, по его меркам, уже второй сорт. Свежей тут считается рыба. Только, только снятая с крючка. И приготовленная на борту. А это как-то блюдо называется? Называется, конечно, называется жареная кефаль. Это самый быстрый, самый вкусный способ. Да. Поэтому вегетарианкой ты не станешь точно. Рецепт Дениса весьма незатейлив. Обвалял рыбу в кукурузной муке, посолил, поперчил, кинул в сковородку. Все. Даже как-то не верится, что это блюдо перевернет мою жизнь с ног на голову. Ну вот. Ну что, пробуем? Пробуем. А как ее есть? Руками, вот так. Прямо как есть? Прямо вот берете в ваши руки самый лучший инструмент для еды. Так. Выбираете себе рыбу. И вот так вот раз, чик, и понесла. Ммм. 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 Очень вкусно. Прямо очень вкусно. Слушай, мне прям нравится. Это особенно рыба. Наверное, именно эту рыбу ты на нее вытащила. Мои месторождения. Да. Я даже не знаю, как описать этот вкус. Такой нежной рыбы я и правда никогда раньше не ела. Если будете в Севастополе, обязательно попробуйте. Вот настоящий вкус балаклавы. Ммм. Свежий окефаль. В открытом море. Романтик. Да. Но мой день в Севастополе еще не окончен. Хочу встретить закат в горах. Правда, времени в обрез. Солнце сядет ровно через час. Здравствуйте. Здравствуйте. А покататься можно? Вообще не вопрос. А отвезете меня куда-нибудь, где очень красивый закат? Сделаем. Сейчас переодеваемся и погнали. Договорились. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Места нет в обычных путеводителях, но побывать здесь однозначно стоит. Вид здесь открывается потрясающе. Закат так красиво. Спасибо, Саш. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я так рад, что мы успеем. Ну что ж, мой день в Севастополе подходит к концу. Пока город, родившийся в Тельняшке. Пока русский Акрополь. Пока неприступный город Порт. Чехов оказался прав. В Севастополе действительно не соскучишься. Этот город способен подарить целый коктейль эмоций, вдохновения, эйфорию, адреналин, удивление и, конечно же, гордость. С вами была я, Диана Желалова. До встречи в новом городе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok